Американская мечта для тысячи мигрантов стала мифом. Разочарование неизбывшейся надежды терзает сегодня тех, кто когда-то бросил свои родные места и отправился в поисках лучшей доли. Наш собственный корреспондент в США Майер Абдрахманова провела день в другой Америке, где не говорят на английском и не принимают правила заморской жизни. Репортаж из колыбели эмиграции для выходцев из стран СНГ знаменитого Брайтон-Бич в Нью-Йорке. На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди. Многие помнят эту ставшую популярную фразу, которую произнесли герои фильма Леонида Гайдая. Именно здесь, на этой набережной американского Брайтона, снимали эпизоды, которые все еще остаются в памяти. Проходят десятилетия, меняются поколения, но жизнь в этой части света не теряет свой колорит. 40 минут из Манхэттена на метро и перед вами другой, не похожий на представление о заграничной жизни мир. Эти люди уехали из Советского Союза в застойные 70-е. Вторая волна иммигрантов присоединилась в конце перестроечных, 80-х. Атрибуты быта той эпохи так и застыли навечно в этом крупном районе Нью-Йорка, который когда-то нарекли маленькой Одессой. Здесь говорят на русском языке и покупают знакомые деликатесы. Полки магазинов на Брайтон-Бич ломятся от пирожков и варенья, солений и докторской колбасы. А в местном театре «Миллениум», расположенном в здании гастронома «Гурман», выступают артисты из Москвы и звезды российского шоу-бизнеса. Поэтому на набережной Брайтона считают, что у них другая Америка. Про английский язык я вам скажу так. Кто живет здесь, ему абсолютно не надо. Почему? Я же вам говорил, на столбах объявления все на русском. Продавцы все русские. Я могу посчитать до пяти. Знаю на Кеннаде 99. И знаю по-английски еще 100 долларов, потому что внук все время просит дай 100 долларов, до 100 долларов. Все. Больше я не знаю. Мне его учить не надо. Мне так все хорошо. Тут есть люди, которые по 25-30 лет живут. По-английски три слова. Знаю. При хорошей погоде можно наблюдать и такую картину. Эти пожилые люди, увлеченные игрой в домино и шахматы, приходят сюда несколько лет. К журналистам с микрофоном здесь относятся настороженно. Интервью дают с неохотой. Но если удается вызвать кого-нибудь на беседу, то она может затянуться. Одна за другой. Истории жизни, воспоминания о прошлом, разочарования и несбывшиеся надежды. Яблоню большую пересадите. Они болеют, они не приживаются. Может быть здесь все прекрасно для пожилых людей, но это все чужое. Жилье дорого. Но здесь как-то и не принято, но вроде бы психологически это не травма. Все здесь арендуют. Но это ж нужны деньги и надо хорошую работу найти. Очень мало казахстанцев. Я вот уже пять лет здесь постоянно. В этом за это лето наплыв грузинов. Среди прохожих Табрайтан-Бич иммигранты из Украины, России, Белоруссии, Узбекистана, Армении, Таджикистана. С каждым годом увеличивается количество жителей из Кыргызстана. Здравствуйте. Что вы читаете, я смотрю. Я читаю Дмитрия Силова. Никто не уйдет. Проект «Братьев Стругацких». Очень интересный детектив. Я постоянно здесь. Я живу на Брайтон-3. Я беру книги в библиотеке. Библиотека находится на второй Брайтон. Приходилось работать все, что попадется. Кто что предложит. Туалет мыть, пожалуйста. Лишь бы платили. И я мыл, и жена мыла, и дети мыли. Тут без зазрения совести. Лишь бы была работа. В Америке говорят, что сладко, беззаботная жизнь и все такое. Но я этого не испытывал и не испытываю сейчас. Казахстанцев действительно оказалось здесь не так много. За несколько часов прогулки по набережной Брайтон мы встретили единственную соотечественницу. Гульдана родилась в Жамбылской области и последние 10 лет работала в Астане. Но трудности с выплатой кредитов вынудили ее выехать в Америку. Здесь можно зарабатывать, но это не Казахстан. Им далеко до нас. Кроме черной работы ничего другого нет. Устроилась работать няней в одной русскоязычной семье. Все спрашивают меня, ты откуда? Когда я отвечаю, что из Казахстана, все удивляются и говорят, зачем приехала, ведь у вас там хорошо. Конечно, теперь, сравнивая Казахстан с другими странами, я поняла, что у нас лучше. Все равно вернусь к себе на родину. Полина приехала в Америку из Киева в конце 80-х. В отличие от многих соотечественников, ей повезло с работой. Она знала английский, приехала к сыну и проработала в Нью-Йорке 16 лет бухгалтером. Не думайте, что здесь рай на земле. Здесь рай на земле нет. Если вы готовы к трудностям, готовы тянуть эту лямку, готовы учиться, готовы принести людям пользу, приезжайте. А если вы думаете, что здесь царствие небесное, там. На другой планете нет царствия небесного на земле. Нет. Таким открывается для гостей Нью-Йорка один из его колоритных районов, население которого уже несколько десятилетий старается приспосабливаться к американскому образу жизни, не забывая при этом о своих корнях и все еще ожидая лучших времен. Майрат Драхманова, Майк Джойл, Нью-Йорк, Хабар.